Петербург 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 Укороченная подача, Данани ее принимает. И в атаке был Санислав Динекин. Атака в стык между блокирующими. Есть некоторые компоненты в игре, которые Виктору Сидельникову не нравятся. Очередная атака по линии второй зоны. На этот раз в исполнении Тимофея Тихонова. И очередное очко «Зенита». Кривиченко. На этот раз не слишком хороший прием. И Воронкова атаковать на тройном блоке. Мяч в игре. И будет контратакового факела. Динекин не забивает. А блестяще в этом сложном эпизоде играет Гранкин. И выигрывает этот мяч. Сложный мяч для него над самой сеткой. И с честью выходит из этой ситуации. 11 очкового факела. По логике развития событий сейчас сразу же будет проверен Яцевич. Так и есть. Вновь две атаки у Динекина. И вновь вторая заблокирована. Ну и плюс 9 у «Зенита». Ну что, вот сейчас уже так сет входит в концовку. Так что можно сказать, что «Зенита» расстояние вытянутой руки до победы в первом сете. Трудно себе представить. На этот раз укорочено, но прием неплохой. И забивает с задней линии, немного сокращая разрыв счета. Да, 12-22. Первый сет «Зенит» выиграл очень уверенно. Конечно, «Зенит» легко победил. Но прежде всего подача прием. И мы помним, что по ходу первого сета наставник факела Роман Емпола был вынужден заменить обоих доигровщиков. Четыре очка набрали Тихонов, Яковлев и Осин. 1-1 на старте второй партии. Тем не менее, доигровщики вернулись на площадку. Это «Севажелезный» Динекин. Появился на площадке лишь центральный блокирующий Александр Мельников. Десятый номер. Он сейчас как раз готовится к подаче. Тайм-аут уже после его окончания. Роман Емполов отдельно обращался и продолжал разговаривать со Станиславом Динекином. Тоже такая важная вещь. Станислав и Егор Фьюко, они все в свое время, в разные годы играли за факел. Это к вопросу о том, какое количество людей через эту команду успело пройти выступающим ныне в Зените. Длинный Роттбюш. Один из самых длинных в этой встрече пока. И Энс, эту фамилию мы чаще других называем, отмечая атаки команды факелов. А на подаче Мельников, центральный блокирующий, вышедший на площадку только в этом сете. И Максим Космин. Атака первым темпом и подача вновь из Зенита 11-10. Пока, во всяком случае, в первом сете, во втором. И много стоп. Ему Роман Емполов лично говорил. Капранов ошибается точно так же. Прием на сторону Зенита. И очередную очко с легкостью дувает Зенит. А и опять даймаут. Емполов и Кранкин вот так сокрушенно даже головой покачал после этого Роттбюша. Пока ничего не получается у факела. Воронков принимает его подачу и сам атакует. Контратака будет у факела. И ее реализует успешно Евгений Сивашевос, опытный мастер. 15-12 с Зенитом. Больше 60 игр он провел в составе петербургской команды. В 2017 году он играл. До этого еще было и 5 чемпионов с Зенитом Казанским. Стариковка России, Лига чемпионов. То есть это слова про опыт, они не пустые. Мы уже видели в этом сезоне комплектование стартового состава по системе 4-2. То есть 4 нападающих и 2 связующих. И вот сейчас вновь на площадке и Ковалев, и Кобзель. Он меняет центрального блокирующего и выполняет подачу. А затем усиливает игру в защите. Вот контратака. Тихонов в тройном блоке и забивает. Нужно отдать должное Зениту. Хорошо играет Зенит на падении. Возможно, дает отдохнуть перед третьим сетом, чтобы опытный мастер посмотрел на происходящее со стороны. Долгий розыгрыш. Мяч у Зенита и Тимофей Тихонов, против которого тройной блок, но он выполняет обманный удар и выигрывает. Принимает Зенит на площадке заступов. И мы помним, была замена на центрального блокирующего. Но ошибаются подачи варьеваристы факела. И, собственно, это 25-19. 25-15, 25-23, 25-21. Продолжаются проблемы у команды Зофы. Несмотря на смену главного тренера. Локомотив Новосибирский тоже 3-1 выиграл. Команда пламена Константинова продолжает эти победы штамповать. Ну, а говоря о замене Евгения Севажелеса, лишь дважды ему удалось выиграть мяч нападений из 8 попыток. Кривиченко принимает его подачу. Отличный прием. И прекрасная комбинация в исполнении Ковалева и Космина. Космин забивает взгляд сзади. И возвращает преимущество. Отлично, хороший прием. Атака первым темпом. Все правильно. Начиналось все с неуверенной подачи. А вот это очередное очко в наводении зарабатывает. Про которое мы вспоминали в самом начале трансляции. По тому, что происходит на площадке, когда Зенит здесь в ответной игре четверть финала выиграл 3-0, не испытав никаких проблем практически. Не испытывает он сейчас в середине третьего сета очередное очко. Набирает доигровщик Зенита. Говоря о каких-то, может быть, психологических слабостях, которые имеют место быть у волейболистов факела, давайте все же скажем, что Зенит собран. Игроки готовы к победе и демонстрируют свое мастерство на полную катушку. Но, может быть, с заключением этого эпизода, когда заблокировали атаку Железнякова. Тем не менее. Да, мы должны похвалить, конечно, Зенит. Воронков принимает эту подачу и сам атакует. И мяч уходит в аут. Железняков среагировал. Мы увидим, что мяч уходит за пределы площадки. Увернулся вовремя. Сейчас мы увидим этот момент. Действительно, уже готовился сыграть. Юцевич принял эту подачу. А в защите Ковиченко не справляется с атакой в задней линии. Помнение Единейкина. 17-16. Сергей Градкин. Воронков. Его подача. Она не принимает. Хороший прием. И Энс забивает. Сейчас все-таки «Факел» держит в поле зрения. Зенит. Все делать нельзя. Энс. Эту фамилию мы называем чаще других. Говоря об атаках команды «Факел». Потому что действительно уже все. Концовка. Отступать теперь нельзя. С трудом принимает Космин после того, как мяч коснулся с сетки. Но Железняков хорошая атака. Да, и реакция эмоциональная. Виктора Сидельникова. Понимает он, какой важный мяч выиграла его команда сейчас. Укороченная подача. Динейкин ее принимает. Энс в атаке и забивает. 21-23. Ковальчук будет подавать. Касание сетки блокирующими «Факела» и матч «Болт». Да, но просмотр опять Роман Явкова просит. Тот же, по итогам этого эпизода. Опять же, их незачем беречь, как и в случае с тайм-аутами. И это происходит. Поздравляем Зенит с победой. Очень уверенная победа. Супер уверенная победа Зенита. Одна из самых уверенных вообще в этом сезоне. Огромное вам спасибо, Евгений Лебедев. В нашем эфире. Павел Батанов, меня зовут. Мы вместе посмотрели эту игру. Здесь, в Санкт-Петербурге, на КСК-арена. Большое спасибо вам за внимание, друзья. Всего доброго. До свидания. Играйте в волейбол. Всего доброго.